здравствуйте друзья мы с вами находимся на хайвее номер один движемся на юг сторону лос-анджелеса хотя нам так далеко не нужно мы едем покушать рыбки о чем будет отдельный репортаж нас машине четыре человека я светлана подай голос светик скажи я тут светлана здесь вот и значит соответственно известные вам больше или меньше виктор и его супруга блин а значит имеются имеются то на заднем сиденье значит у нас вам тема которая вы хотели обсудить учитывая что у нас тут больше чем двое тема такая вот что нам не нравится в америке что не нравится в америке допустим людям которые только сошли с самолета я понимаю и многие могут догадаться а вот допустим люди которые давно были вы сколько лет двадцать семь двадцать восемь да икзакли значит мы 25 вот в этом году у нас 3 мая юбилей чего юбилей 3 мая нашему приехали как это сегодня 3 мая так вот это сколько лет 27 27 лет 27 лет у нас 25 лет виктор только погромче чтобы все слышали значит какие претензии что не нравится три пункта могу назвать крупным так первое что мне не нравится это как цены образуются в этой стране даже на что именно а практически на все вот когда я первый раз посмотрел какой-то каталог там книги продавались так и книги там стоят на интим на интима и девятнадцать двор на интима или что-то они пытаются продать так на интима и на интима и пластах реально получается что там скажем 107 долларов и 30 центов для американцы это много так а 107 долларов и 29 центов что он должен в общем заплатить получается мало из этого я сделал вывод что ну не очень они как бы умные ребята вот есть ли их все все кто что-то продает вот должны обязательно добавлять что получилось найдено и найдено и а вот китайцы любят эти 88 у них по совершенно другим причинам а здесь они не новые всякие если я здесь точный точный механизм есть потому что чисто психологически как ты видишь мне 2999 ты не думаешь эту 30 долларов ребят а по моему я я думаю что я 3 я не могу утверждать но по моему это связано с тем с какой суммы платится налог то есть если я 2999 то я плачу налог 99 а а если нет 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 налог фиксированы сейчас уже 8 это правда с какой суммы до цента или до круглого там окажет это калькуляторе считаешь конечно доцента но я не считаю хорошо это надо отдельно это воля цент это не имеет никакой он шашлы так 99 вот эти вот да да старики вот так называют округления да это мне кажется очень странно что такое округление но вот они это называют round 1 раунди когда вот есть и что-то вот ты вот например выпускаешь какой-то предмет и хочешь ты посчитал но в россии вот так вот его выпускаешь калькуляцию до ты делаешь калькуляцию сколько стоит материал сколько стоит работа сколько стоит то что его продать все вместе это как-то складывается всегда оценки и получается что она там стоит 72 доллара 50 центов да так вот россии бы его продали там или за 72 доллара 50 центов или что-нибудь там бы как-то уже накручивалась на это было бы частью форму да а здесь это то что называется они его округляют 99 99 хорошо и американцы как бы считаю что да тогда это недорого плюс такс еще там добрая традиция английская королева как кому-то пользу принесла это как бы традиция считает так немножко стран это первый момент так второе это больше касающиеся там скажем дорожного движения так вот например есть правило во всем мире что те которые ездят медленно не должны уходить вправо а вот здесь вот в некоторых штатах на самом деле это правило как бы полиция за ним следит и гоняет здесь это крайне редко бывает уже совсем кто-нибудь плетется хотя правило тоже есть так правило есть данного если я еду 100 миль в час а за мной кто-то едет 110 миль час значит я еду медленно я должен уйти в право и уступить это закон который я должен соблюдать но если он превышается совесть это 10 лет уже не превышает между ними полиции меня никто не назначал чтобы я то что это называется поиск затрате да никто у меня нет никакого удостоверения от полиции что я заставлял весь тратик ехать медленно а очень многие в америке почему-то считают что у них вот такое разрешение специальные поэтому они перелезают левые ряды и тащится ну я могу сказать что присутствующая здесь светлана имеет историю по этой части те штрафы не заметно я ехала напрямую одна совершенно в середине дня когда никого не было там было четыре полосы ехала по третий но сам хайвей неровный был там то вниз то вверх так вот гористов естественно скорость меняется с горки быстрее на горку медленнее и вдруг полицейские сзади меня мигают и астана я перепугалась до смерти меня никакой процессе не останавливали что я это самая остановилась вышла и он даже что случилось у него я бы ничего не случился что хорошая погода прекрасное настроение все хорошо случилось врачу так медленно едешь когда я не еду медленно тут гористо говоришь и что делать то отпустили тока отпустили настроение испортили хорошо 3 3 пункт это год в калифорнии вообще в других местах я верю но в основном вот именно здесь здесь придумали такую штуку лет 25 назад называется карпул лэй да идея заключается в том что если каким-то образом заставить людей они перестанут едут ехать поодиночке да вот прошло уже я не знаю когда первые появились 25 лет назад нет когда мы были это уже было значит это может и ничего не изменилось никто не ездит вместе зато зато если ты случайно кого-то везешь у тебя такие привилегии если я случайно кого-то везу например бэбика везу сзади то у меня вдруг появляется привилегия но если нормальные люди получаются это большая разница между двумя рядами и тремя рядами конечно да есть момент когда вдруг появляется три третий ряд включается как бы разрешается какое-то истекает это дело и он включается и могут все ехать по трем ли там так получается что один ряд пустой это это пробка она рассасывается за несколько минут потому что это правда они закрят закрыты сейчас придумывают всякие фокусы что делают этот ряд платными или делают разрешают электрическим машинам по ним у ездить но это как по за что электрическим машинам привилегии чтобы людей стимулировать экологически экологическую брать электрические машины это в принципе хорошие детства никто ничего не спорит против этого как раз никаких проблем нет но вообще сама идея в том чтобы как бы пытаться заставить людей ездить вместе она не работает это надо как-то уже признать что я работаю вот не работают до одной стране мира этого не алина хочет что-то добавить единственное что мне не нравится это долл бриджес и особенно где они не принимают ты объяснишь это когда ты переезжаешь через какой-то мост да и ты не знаком с этой местностью и когда ты к нему подъезжаешь заплатный мост платный мост да они говорят платить надо столько да да а у тебя нет собой например мелочи мелочи но они карточки они карточку не берут во флориде кошмар там эти квотеры надо бросать в корзину да и за некоторые места берут только пастрак это машинка которая на которую ты кладешь деньги и которая каждый раз когда ты проезжаешь по этому мосту считывает из карточки да я могу добавить к этому что здесь у нас это только мосты а вот например в таком городе как бастон там каждая вот как в средневековье каждый барон делает переговорить перегородил свою дорогу и берет какую-то мсту за проезд по своей территории это и начинается вальс бастон туда-сюда по проезжаешь там буквально пять миль да это не просто деньги это еще образуется огромная пробка перед этим всей конструкции да и из тебя ты стоишь в этой кнопки в конечном счете с тебя там берут какой-то сам доллар 10 я хочу сказать друзья те из вас кто собирается в америку и будьте готовы вот это все вам придется испытать света давай недавно у меня саша с внучкой был разговор она говорит мы проходим систему измерения да я интересно как система в чем мы меряете в инчик футах этих самых и так далее я говорю саша а я хочу чтобы ты учитель задала вопросы прям так приди скажи бабушка тебе учитель задает вопрос да а почему в америке не меряется системе си метр сантиметр километра почему его грамма килограмм и не в цельсиях а фаренгейта это же все страшно неудобно пересчитывать она пошла честно спросила я не знаю то есть они все честные они одна честно спросила а другая честно говоря но мне это не нравится невозможно мы привыкли уже где-то но низко но не скажу что привыкли на сто процентов все равно например на телефоне у меня стоят температура погода вся в цельсию хотя я примерно понимаю что 70 градусов примерно по фаренгейта примерно 20 где-то так да ну примерно мы понимаем и например квадратные футы примерно то же самое что 10 квадратных метров ну примерно но 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 все равно это приходится пересчитать страшно удобно конечно так смогу прокомментировать да конечно к этому комментарию один был исторический 70 в начале 70-х годах была попытка перевести нам это называется метрическая система до вы пытались перевести какую страну америка америка перевести на метрическую систему попытка была очень сильная из нее что получилось в результате этой попытки получилась инфляция это что потому что одно последствия попытки сохранилась до сих пор на любой ботылке которые ты покупаешь она написана там это там кварта и сколько это миллилитров некоторые сохранились на самом деле бутылки скажем вино на 750 миллилитров а кока пола там два литра эти перешли некоторые удалось перейти самая большая проблема на самом деле техническая была в автомобильном деле потому что там не просто перейти а все эти гаечные ключи они там с точностью до очень-очень небольшой похожий гаечный ключ как бы не работает он срывает резьбу поэтому получается на европейских машинах и на американских машинах нужно иметь другой набор как бы ключей для этого всего ну да потому что самое простое решение твое что американцам переводить не надо американцы не переходят они за границу не ездят это правда в большинстве своем есть энтузиасты которые мотаются очень много но как бы львиная доля американцев за границу не попадает а внутри страны переводить ничего не надо но все у тебя в милях у тебя мили на галлон на бензин то есть это недостаток для тех кто приехал нам нужно пространственное воображение включить потому что все время соизмерять футсметром слова хорошо на сегодняшний день дом продаешь или покупаешь ты же и пересчитываешь его квадраты я не я тебе вот объясню что делал я для себя нашла некоторые способ такой знаешь как бы компромиссный то есть вот например если я тебя спрошу витя вот ты понимаешь такую комната 20 квадратных метров я умножу на один нет нет но ты вот и зрителях ты себе представляешь этот объем вообще что это такое прекрасно и я понимаю что такое поэтому я говорю условно да 20 квадратных метров всего 200 сферфутов ну условно почти и поэтому мне стало легче то есть как только я стала в квадратных единиц мне стало гораздо легче жить потому что представить что такое там треть метра но это можно с ума сойти просто когда ты сравниваешь дома ты знаешь что такое дом 1500 square foot и ты знаешь сколько там square feet и ты знаешь что такое дом 2600 ну сейчас его намного легче тебе в футах его представить сейчас уже да да но когда я планирую это начало когда я сижу и планирую комнату да и я говорю что эта комната будет примерно там 100 сферфутов то есть примерно 10 квадратных метров это маленькая комната это то что ты какие-то трики полезные там это понятно но вот с точки зрения опять претензий вот что вот недостатки в стране вот ты говоришь я помню ты как-то говорила что здесь дети меньше мотивированы потому что им все дается в готовом виде в таких количествах вообще нет смысла работать но это дети то ладно вообще вся страна вся страна целиком если взять то что тут есть разные регионы более продвинутые больше мигрантов меньше мира но в целом страна страшно расслаблено и могу сказать что ты лень вот когда в таком понимании русского чем клинина американцы не ленивые нет они просто расслаблены у него тогда расслабленное состояние как в полусне вот они в полусне что-то делать они ошибаются никто не угодит ошибки а то есть ошибиться это норма жизни ну как вы чекнул он не внимательный на что с него взять поэтому те кто немножко более внимательно не достигать результатов на фоне этой общей расслабленности тебе не нравится вот это общая расслабленность хочет чтобы они все ходили и оборачивались вокруг как бы по голове не дали это дело в том что тут дети понимаешь как дети которые уже выращены здесь они страдают вот этой расслабленностью понимаешь и это уже дополнительные работы родители чтобы как-то сфокусировать на нее они же не страдают абсолютно нет но обычно страдают и страдают дети с нашей точки зрения страдают а они получают удовольствием я напомнила фразу такое в сибири обнаружили мальчика взращенного майонезом мальчик жирный но нежный нежный да значит здесь они так взращены в таком безобидном мире где не подъем мы научно руководить на говорить такую вещь что мы в советском союзе выразили морозоустойчивыми нам уже как ничего не страшно выгодна система взрослого к вырастила морозоустойчивым вот если мы сравним с западной европой например где официально рано уходит на пенсию официально рабочий день там 32 часа и неделю недавно недели 32 часа стандартная неделя очень многие работают на пол ставки и остатки там у них есть то что они называют социал по-русски это называется и там подкид ноги не работают вообще там подрабатывают как чего там то что называется на кеш у нас что в европе это намного здесь ну кто работает реального тестеры инженеры кто здесь работает 40 часов недели у них нет таких у нас тут у нас больше работа у нас работают больше на не 66 это регулярная рабочая неделя друзья там впереди какие-то фрукты я вижу пишут мы едем вот видите трубы миша ты не сказал свои претензии я не сказал свои претензии я сказал 33 то я жена сказала одну твоя жена сказала а ты а ты я могу сказать вот что что здесь если ты хочешь хорошо жить ну так скажем не не вот на уровне таком что как расслабленный там сел пиццу съел там пиво выпил телевизор посмотрел налоги не платишь почти а ты вообще не платит половина населения не платит налоги 40 49 процентов населения вообще налоги не платит вот я не про этих говорю да вот я даже не говорю про тот один процент населения который платит 38 процентов всех налогов страны я даже не об этом году ты хочешь жить как-то более-менее вот там хорошие такой солидный обмедл класс получается такая штука что ты постоянно находишься в гонке то есть вот нет расслабухи не то что расслабухи а ты как в каком-то смысле как загнала лошадь немножко потому что или ты будешь платить налоги на всю катушку так или ты должен например взять на себя морги да то есть тогда тебе на сумму этого моргин же то есть выплаты интереса тебе дают налоговые там скидки и ты хочешь налоговые скидки но за это ты должен взять на себя получается такая штука что ты постоянно на себе тащишь и тащишь и тащишь либо либо вот как молодые там скажем молодые professionals вот допустим я не знаю она там ну скажем ребята там 28 30 лет да такие они профессионалы наши дети вот они допустим там получают по 150 тысяч там я даже не говорю больше и вот уже 300 тысяч на двоих 300 тысяч на двоих они уже по доходам входят в один процент наиболее обеспеченных семей соединенных штатов там где-то 240 тысяч до порог и они половину того что заработали отдают налоги ну там миша ты преувеличиваешь но немножко немножко преувеличиваем они дают примерно 20 процентов получается и в принципе нет 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 они еще раз еще раз чай где-то виктор криша подвечером вместо после моста будет поворот направо куда мы будем дорогим скоро я имею ввиду что они попадают в 50 процентный такс бреки то есть часть своих налогов они платят уже 50 процентов если мы возьмем федеральные и штатные налоги у них да как какую-то часть налогов это все же половину не поэтому я к чему говорю что или тогда покупай недвижимость так бери на себя тащи что с одной стороны связано с тем что давит на мозги вот я могу сказать что меня уже в моем возрасте это давит на мою модель я буду указать зеленая да значит вот я сейчас не хочу никаких моргиджи не хочу никакой ответственности я не хочу думать о том что если меня сейчас грохнет и я вынужден буду за там не в состоянии оплатить у меня за долги заберут и так далее то я уже не смогу заработать я уже не смогу заработать у меня уже нет времени на это я мне уже под 60 я не могу то есть молодой был я вообще не думал брал тащил и все такое вообще это тяжело это давит на психику это может быть даже не столько тяжело по деньгам сколько тяжело думать что если вдруг чего-то то ты не прикрыт никем и ничем вот это вот социальная защищенность которая у нас была в ссср на нищенском уровне мы были социально защищены здесь направо миши мы были социально защищены на минимальном уровне нищеты эти государства защищала мы богатыми не станем но мы не обнищаем больше чем вот что-то но видишь ли здесь для совсем уж таких видов и дальше субсидированные жилье никто его не забирает на завесе . я же не об этом это место что это какая-то марина а посмотри там кто-то его налетает даже летает кто-то воздушный шарик мостик миша да ты можешь начать парковаться потому что может быть трудно так это культурное место это место культурное их собственный парень очень маленький пляжи друзья короче говоря еще какой-то город вообще мост лендинг это можно не так свой городок получает дащи под эти трубы мне не нравится справа лучше парковаться на левой стороне паркусина вот паркинг а поможет заехать туда внутрь и доверили вам паркинг не заедешь давайте я здесь стану я как бы ты смотри забором защитили вот она частная собственность а вот она говорят какие-то недостатки а вот частная собственность а там бача недостаточно да ну когда у тебя собственность и сейчас на то это даже и доставить налог на собственность да правда вот раньше не было его там еще не знаю 80 лет назад а дальше они когда налог на собственность сделали и получается что же лучше отдать государству в подарок чем нахер платить за нее и что здесь не запаркуешься вперед почему не были почему не будет будет ладно тогда пройдем дальше значит вот мы ходили ездили посещали посещали замок херста он же бедный это же газетный магнат это же приличный в сущности человек так медийный может сказать магнат он вынужден был или его наследники вынуждены были отдать это все государству и там устроили музей там еще деньги берут потому что налог на собственность был такой что они не могли его платить ему подарили 13 лет калифорния подарила итак друзья в общем вы все недостатки американские поняли вы пошли покушать вкусные рыбки счастливо а